Сегодняшнее видео о материалах, которые используются в технике жидкого архива. Вам оно особенно будет полезно, если вы планируете в дальнейшем сами рисовать или даже проводить мастер-классы по этой технике. Вам не значит, что все это обязательно понадобится в прежний же раз, достаточно буквально несколько раз от медлума и холст. Но я предложу вам альтернативы разные по цене и по качеству, чтобы вы в дальнейшем могли выиграть, что вам больше подходит. А начнем мы с основ для заливки или с холста. Самое удобное и качественное для этой техники, это у нас обычные холсты на подрамнике обязательно. Они у нас должны быть хорошо натянуты, нигде не прересать. Это такое классическое охлаждение картин. Получается, вы рисуете картину на холсте и вам уже в дальнейшем никак не нужно ее охлаждать. Допустим, вот так вот это выглядит. Сюда вбиваются повышки, если нужно натянуть холст. Вот. И у нас готовая работа сразу после того, как она высохла. Вот. Холсты можно купить или в обычных художественных супермаркетах, либо если, допустим, у вас заказ на большие полотна, допустим, 100 на 75. Вот. Это можно заказать в мастерских. Я оставлю вам ссылочки, где делают на заказ недостыка холсты любого размера. То есть я, когда рисую активный заказ, всегда обращаюсь к этим ребятам. Вот. И в целом это будет дешевле, чем рисовать на какой-то пластиковой панели, а потом на какими-то пагетках. Вот. А однако о пластиковых панелях. Их я тоже действительно использую, потому что это очень недосогой вариант. То есть поначалу, возможно, вы будете рисовать много картин. Вот. И холстов на всех не напасешься. Вот. Поэтому вы можете покупать вот такие вот сэмич-панельки. Это у нас всех слойный пластик. Вот. Как видите, вот здесь вот слой утеплителя и два листа пластика. Вот. Это очень легкий материал. Вот. Здесь снимается у него пленка. Вот. И это белое полотно, на котором вы можете рисовать картины. На него спокойно и хорошо ложится актив, если он не слишком жидкий. Чем это удобно? Вы, допустим, нарисовали 10 картин. Их отсняли, выставили на пассадажу. Вот. А купили у вас, допустим, только одну. Ну, вы ее охраняете в багет, и все даете. То есть. Можно, конечно, перезачашивать картины. То есть купить один холст и каждый раз заново его усмутовать. И рисовать новую картину достаточно большое количество раз. Вот. Но вам, скорее всего, многие из ваших картин понравятся. Вы захотите оставить все. Вот. И работа на сэмич-панелях, она вам поможет делать очень много работ. Их много выставлять на пассадажу. Смарсей тестировать, что пользуются спросом. То есть. Какие картины покупают. И потом просто заказчикам, вы можете их изначально за маленькую стоимость выставлять. Писать, как есть, что картина требует оформления. Вот. И потом уже с заказчиком отдельно согласовывать оформление картины в багет. Потому что, ну, соответственно, если вот тут свой такой пенки, ну, кого-то это устраивает, если нужна недорогая картина. Вот. А если это какой-то заказ, то, конечно, нужна жамка. Вот. Можно сделать вот так, за самим сделать из алюминиевого профиля. Наклеить его на задник. Но это достаточно тяжело сделать. Ладно. Лучше все-таки, если вы не специалист в таких вещах, заказать алюминиевую жамку в багетной мастерской. Вот. И третий вариант. Получается, премежуточный между этими двумя. Это у нас вот такие вот планшеты. Их еще называют артворты. Вот. Изначально они для заливки эпоксидной смолой. То есть они задаются в магазинах, в которых продают эпоксидную смолу. Вот. И планшеты для заливки. Актив у нас ложится на практически любую художественную поверхность. Поэтому, вот, допустим, фуглые планшеты. Если смотреть холст, фуглые, они дороже, чем, скажем, чем угодник. Видимо, из-за нестандартного подрамника. Поэтому на арт-речеринке и в целом на рисовании фуглых картин я чаще всего использую вот такие планшеты. Вот. Это от Artline белый планшет. Мне они очень нравятся. Те, что их не нужно фунтовать в белый цвет. Вот. У него тут защитная пленка снимается. Вот. Тут тоже слой как бы какого-то пенокартона. Но он, в отличие от сенвич-панели, он не всосается в глаза. Вот. Поэтому достаточно просто его загасить. И вот такая легкая, получается, работа уже на планшете. Вот. И более дешевый, самый такой доступный вариант – это планшет из МДФ. Вот. Его, получается, после того, как вы нарисовали картину, просто, ну, загорашиваете остатки, нравится вот эти бортики. И, в принципе, это тоже уже готовая картина, которую спокойно можно дарить, задавать. И, как бы, дополнительного оформления она не дарила. Но для картин большого формата холсты – самый удобный вариант. Потому что, если опрахнять сенвич-панель в пакетной мастерской, то стоимость выйдет гораздо больше, чем если заказать просто большой холст и нарисовать картину на нем. Вот. Дальше у нас идет речь о тасках, которые мы используем в этой технике. Ай. Так, их достаю. Дальше речь пойдет о тасках, которые мы используем в этой технике. Я не показываю, к примеру, какого-то дорогого актива. То есть, понятное дело, он бывает и по 100 рублей за отсюда, а бывает по 1000. То есть, поскольку мы используем много таски, и мы льем ее много на холст, нам не нужен дорогой профессиональный актив в большинстве случаев. Потому что он рассчитан на какие-то более тонкие работы, там высокая пигментация. Вот. Достаточно вполне такого бюджетного актива. Вот. Моя любимая марка – это вот этот. Брауберск. Их можно взять и на Азоне, и у оптовых поставщиков по 5 штук в кассовках. То есть, такой недорогой, качественный актив. В принципе, на арт-вечеринках, на мастерсклассах используем основном его. Однако, есть еще более бюджетный вариант. Это коллеры из строительных магазинов. То есть, если уж как бы не дошли жутки до грива, или хочется побольше всего купить, а на активу денег жалко, можно взять, получается, это коллеровочные пасты. В средственных магазинах они продаются вот в отделах для кассовки стен. В дальнейшем, получается, это пасты для коллеровки уже в большие ледра кассовки. Вот. Ну, к ним обязательно нужен какой-то медиум, иначе, и даже с медиумом тоже, они могут подрезкаться. Сейчас покажу. Допустим, вот у меня на кассках из строительного магазина сделана картина. Она, в принципе, вот это вот здесь у трещины, можно его заметить. Вот. Ну, это красивый декоративный эффект. То есть, можно сказать, что я ее специально добивалась. Это не обязательно выглядит как ошибка. Вот. Но если вам, как бы, такой эффект не нужен, используйте просто белую птаску, вот, и такого не будет. А в качестве еще белой птаски, то есть у нас большой сосход идет белой птаски, поэтому можно вот для художественного актива использовать вместо белой птаски грунт сонет для холстов. То есть его созводим точно так же, как обычную птаску, просто он в больших объемах продается и дешевле. Вот. Если у вас такой экономный вариант картины, то с колледжами или даже с обычным акхилом можно использовать белую птаску для стен и потолков. Вот. Она тоже может подрезкаться в работе, либо выглядеть сейвертной. Вот на этой картине у меня, когда использована белая потолочная птаска, но это никак не поршит работу. Вот здесь вот можно заметить, она немножко как бы выступает. Вот. Но экспериментируйте. В общем, не обязательно какие-то дорогие птаски покупать. Можно даже на первое время обойтись мудералами и строительным магазином. Дальше у нас речь пойдет о медиуме. Медиум – это у нас связующее вещество между птаской и холстом. То есть у нас птаска достаточно густая. Вот. Нам ее нужно довести вот до такого жидкого состояния, чтобы мы могли лить ее на холст. То есть техника флюидарс – это то есть жидкое искусство. Вот. А если мы могли бы просто добавлять воду, ну тогда, во-первых, будет большой расход птаски. В автоцикле будет плохое сцепление с пластиковыми поверхностями. То есть на холст эта техника подойдет, если созводить рюк только с водой. Вот. Но на планшеты, на пластиковые панели такая птаска не ляжет, она будет недостаточно густой. Медиумы бывают как и дорогие, так и самые дешевые. В чем разница? Значит, ну, допустим, у нас флэтсоу. Это кондиционер для краски. То есть когда я только изучала технику, особенно у зарубежных художников, он часто встречается. То есть как такой вот идеальный разбавитель для краски. Вот. Ну, он достаточно дорого. То есть вот за литр, в районе тысячи рублей. Вот. На картину там 40 на 50 у вас может уйти там от половины до трети сразу банки. Вот. Это получается достаточно высокая себестоимостью работы. Я его преграла и, видите, у меня даже не полностью закончилась банка, потому что я не заметила сильной разницы с большими, с дешевыми медиумами. Поэтому не стала больше его закупать и использовать для мастер-классов. То есть не увидела какого-то сильного результата, то то качество, которое мне нужно, которое все меня устраивает, оно получается именно бюджетным медиумом. То есть что я имею в виду под бюджетным медиумом? Самое вот такое популярное – это клей-нува для пластификации растворцев. Вот. Многие художники, у кого я смортирула, когда училась в видеокурсы, они зубают этот клей, говорят, что там работа и трескаются, и желтеют, и что только кто-нибудь о нем не говорили. Может, у меня какой-то цубой клей, может, я нашла более удачный. Но у меня ни одна особая не пожелтела, на нем не подорескалась. Вот. И я довольна результатом, который я на нем получаю. Поэтому могу смело рекомендовать для ваших первых работ использовать его. Вот. Получается, у клея ПВА стоимость там порядка, ну, не больше ста рублей за литр. Вот. То есть это в десять час меньше. Вот. Возможно, плохое качество будет, если миксовать его со стейтинными коллитрами. То есть если мы возьмем клея ПВА стейтинного супернафета, и возьмем оттуда же коллитровочные пасты, то у меня такое было, да. То есть забота вся будет такая рельефная, подорескавшаяся. Вот. Это можно обыгрызать и сделать сосиво. Можно взять, допустим, клей ПВА и сосители, полежи из строительных магазинов. Вот. Это будет вот самый-самый канония. Допустим, вот у меня забота, выполненная на материалах из строительного супермаркета. Ну, она достаточно маленькая, поэтому тут не все сгуляешься. Вот. Как видите, тут есть такие вот трещины. Вот. Такие вот дегрессативные разводы. В целом, как бы, это выглядит неплохо. Особенно, если это было бы большое полотно. Вот. Но не всегда нужен такой рельеф. Обычно больше хочется, чтобы была поверхность гладкая. Поэтому лучше использовать только дешевые материалы. Возьмите лучше, допустим, недрежевой клей ПВА в качестве медиума. И хотя бы самую бюджетную кивовую краску. Вот. И в связке с ним они будут давать хороший результат. И есть еще наш фирменный медиум, на котором я провожу мастерсклассы. У него и секретный состав. Вот. Но он тоже не до собой. Можете сравнить его с клеем ПВА, там, с флэйтсовом, вычислить, что вам больше подходит. Вот. Посмотреть, какая разница. И уже работать на тех материалах, на которых вас устраивает результат. Дальше у нас есть всякие вспомогательные материалы. Сейчас я о них расскажу. То есть это добавки для создания эффектов в офлэйдарте. А самый распространенный эффект, который мне всем нравится, это эффект клеточек. Вот такой вот эффект клеточек, который все очень любят. Один из способов его добиться, это добавить силиконовую смазку. Значит, силиконовую смазку и иногда еще используют силиконовое масло. Вот. А силиконовое масло, вот как мне показалось, несмотря на то, что это вот от Састом Инстора производит, и отдельно тоже силиконовое масло я покупала, то есть оно дает такие не очень четкие ячейки, вот, поэтому с временем я перестала им пользоваться. Вот. Мне больше нравится вот такая силиконовая смазка на ней как раз таки сделана эта работа. Вот. Она заспыляет силиконовый стаканчик, вот его уже потом перемешивать не нужно, и дает вот эти вот клеточки. Вот. И последнее, что я для себя открыла, это всплывающие металлические порошки для эпоксидной смолы. То есть у меня от Састом Инстора, но, в принципе, у любого производителя эпоксидной смолы, то есть это можно искать в разделе спецдобавок, это дусплывающий порошок. То есть получается так же, как у эпоксидной смоли, он как бы сверху сыпется на грил, вот, а не тонет в нем, и потом остается такой золотой пленочкой на работе. Выглядит это более ярко, более эффектно, чем если бы мы в Састе использовали какую-то металлизированную краску. Сейчас покажу вам химеры. Вот, допустим, на эпоксидной смоле можно видеть, как у меня блестит вот этот серебряный порошок. Вот, она тоже выполнена на стерильных красках, поэтому вот такая вот немножко подрезковшаяся. Так, вот и на этой работе тоже вот тут немножко, в основном оно утонуло золотой порошок, но вот здесь чуть-чуть видно, вот как он блестит. Вот, их можно просто сыпать на сверху на работу, вот, и потом чуть-чуть созаравнять этот путь феном, чтобы это не было прям такой сплошной золотой пленкой. Так, соответственно, после того, как мы нарисовали нашу картину, у нас все цвета стали, станут чуть менее яркими. То есть, если сравниваем, допустим, эпоксидную смолу со флюидартом, эпоксидная смола остается ярко-клянцевой, а флюидарт немножко теряет свою яркость. Вот. Чтобы восстановить ее, если вы хотите именно яркую работу, самый простой способ будет это подцепить лаком. Вот, это лак, там, сегодня, там, трехсот судей стоит. Это чуть более дорогой. Вот, сейчас положу вам. Вот, допустим, у меня работа перед глянцевым лаком. Вот, ну, она сама по себе яркая, плюс я ее попрела лаком, и она у меня достаточно сильно блестит. Вот, если нужен прям вот эффект вот этого глянца, как эпоксидной смолы, то можно просто дождаться, пока у вас застынет картина. Если вы покрывали ее, если вы добавляли еще силикон в активную краску, вам нужно обезжирить поверхность. То есть, перед тем, как заливать эпоксидной смолой картину, зайти с немножко тряпочкой со спиртом. Вот, после этого мы смешиваем эпоксидную смолу. Обычно, ну, у нее на этикетке всегда написано в запорции. Если это у вас вот маленький комплект, вот 300 грамм хватит примерно как раз на такую заботу, то есть 30-40 сантиметров. То есть, вы можете просто два компонента смешать, тщательно их перемешиваем, выливаем на картину и проходим с элефином или горелкой, чтобы удалить пузыри. Вот, если у вас большая картина, вам тогда нужно больше смолы. Рассчитать объем можно на сайте производителя, то есть, у них всегда есть калькулятор, где вы вводите, вставляю на калькуляторе своей картины, и вам калькулятор рассчитает, сколько смолы вам нужно на такой объем. Тогда вам понадобится взвешивать на кухонных весах, чтобы точно были отмерены компоненты и точно так же заливаем картину эпоксидной смолой. Также можно использовать для техники жидкого акила из кипиловой спирт и такой кульверизатор. Я отдельно с ним уже покажу, как с этими материалами работать. Ну и, соответственно, самое такое простое, это стаканчики, в которых мы будем замешивать краску, стаканчики для кофе, чтобы ставить на них картины. То есть, обычные пластиковые стаканчики, они кигиваются. Вы можете, в принципе, начинать собирать стаканы для кофе, использованные, чтобы на них оставлять сушиться своей свободой. То есть, такой удобный вариант, ну, либо какие-то другие подставки, которые вы найдете. Вот. Нам пригодится много размешивателей деревянных, или каких-то там палочек, ложечек, тряпочки или салфетки, чтобы вытешать, если вы долго испачкались. Ну и перчатки. Вот. Можно работать и без перчаток, а гривовая краска не токсична, она отмывается. Вот. Ну, можно попросить маникюр, поэтому, если следите за ногтями, то лучше работать только в перчатках с краской. На этом все. Смотрите дальше в ролике, где я расскажу, как применять все эти материалы. Спасибо.